Да, я напоминаю, что мы находимся в 4 главе, и в 3 главе мы с вами читали о событии очень ярком, когда Шимон и Йоханан исцелили человека с больными ногами, и после этого последовала проповедь. Поскольку все дело происходило в храме, естественно, это вызвало внимание, привлекло внимание со стороны руководящих там людей, мы с вами уже читаем в 4 главе, начиная с 1-2 стих, такие слова. Когда Кефа и Йоханан беседовали с народом, к ним подошли Кааним, начальники стражи храма и Цадуким. Они были крайне возмущены, те учили людей доктрине воскресения из мертвых и приводили в качестве доказательства пример Ешо. Значит, смотрите, действующие лица, которые есть у нас здесь сейчас, собственно, Йоханан, Шимон, Петр, еще какая-то группа людей, которые их слушали, и приходят, как нам написано, Коганим, стражники, начальники стражные, Цадуким. Цадуким, Цадукеи в русской Библии, это люди, к которым, кстати, по большей части относились, в том числе и священники, по крайней мере, на тот момент, очень многие говорят, что на тот момент практически все священники храмовые были Цадукеями. Особенность Цадукеев заключается в том, что они не верили в воскресение из мертвых. Теперь, когда Шимон и Йоханан стали учить о воскресении из мертвых, то получалось, они учат обратному, чему учили Цадукеи, будучи руководителями в храме. Чтобы было понятно, это не только с ними была проблема, то есть, это была бурная дискуссия всегда между фарисеями и Цадукеями. Мы увидим это еще много раз на страницах, в том числе и Деяния апостолов, что они дискутировали на тему, есть воскресение из мертвых, нет воскресения из мертвых и так далее. Это один момент. Второй момент, конечно, они были возмущены тем, что те взяли на себя смелость учить. Почему? Потому что, ну, как бы они считали, что только они могут учить, да, что только у них есть такое право и власть. И вдруг какие-то непонятные люди занимаются тем, что учат, да еще где, в храме. Хочу напомнить, мы об этом говорили, когда изучали Евангелие, что еще он многократно учил в храме. О чем это говорило? Это говорило о том, что его статус как раввина, как учителя Торы был столь высоким, что даже эти самые люди признавали за ним право это делать в храме. Ну, это так, ремарка из прошлого. Мы с вами читаем третий стих. Стража храма задержала их, и так, как был уже вечер, их заключили в темницу до утра. Однако, многие, слышавших проповедь, поверили, одних мужчин было около пяти тысяч. Ну, тут с апостолами планируют начать разбираться. Хочу обратить наше внимание на то, что, безусловно, событие, которое произошло, исцеление, привлекло много внимания. Проповедь привлекла много внимания. Привлекает внимание какой факт? Около пяти тысяч мужчин. Мы знаем с вами, я говорил об этом в прошлый раз, что они шли на Минху в храм, молитва Минха. Как вы знаете, в молитве Минхи участвуют мужчины. Надо сказать, что в древности, так же, как и сейчас, в принципе, женщина ходит в синагогу факультативно. То есть, хочет приходит, не хочет, не приходит. Никто не заставляет. У женщины есть обязанности, возложенные на нее торы сегодня. В древности это более было ярко. И, в принципе, основной контингент, который собирался в храме и собирался в синагогах, были мужчины. Теперь, текст нам говорит, что около пяти тысяч. В прошлый раз было три тысячи. В этот раз пять тысяч. Мужчин покаялась. Ну, наверняка там были не только мужчины, но в данном случае речь идет о мужчинах. Итак, то, что происходит здесь, это, по сути, предвестие предстоящих будущих гонений. Смотрите, мы с вами говорили, когда изучали первую главу, что Ешоа сказал ученикам, что они будут свидетели в Иудее, Самарии и даже до края земли. Ну, пока мы не видим, чтобы они куда-то двигались. Они пока что только в Иерусалиме. Понятно, что, ну, план-то Божий вшире. И гонения послужили толчком, об этом мы еще дальше будем видеть, послужили толчком к тому, чтобы ученики пошли дальше. И в конечном счете и дальше, и дальше, и дальше. И достигли таки края земли. К чему я это говорю? Очень часто в нашей жизни вещи, которые мы воспринимаем как проблемы, на самом деле приходят для того, чтобы мы шли дальше. То есть Господь и таким образом может действовать в нашей жизни. Мы с вами читаем дальше 5-6 стихи. На следующий день в Иерусалиме собрались правители народа, старейшины и учителя Торы, а также Коэна Агадоль Анан, Каяфа, Йоханан, Александр и другие члены семьи Коэна Агадоля. По сути, на следующий день состоялось заседание Синехедрина. Это мы с вами здесь видим. Присутствуют священники, которые уже упоминались на страницах священного писания, причем некоторые из них отметились даже в Талмуде. А некоторых мы, честно сказать, вот Александр, ну понятия не имею, кто это такой, откуда он взялся. Но главное-то, конечно, заключалось в том, что они попытались собрать Синехедрин. Это некое подобие того, что они делали, когда судили Ешуа. И они надеялись, что таким образом они смогут остановить проповедь апостолов. Смотрите, они приглашают к себе учеников Ешуа. Мы с вами читаем 7 стих. Они распорядились, чтобы к ним привели посланников и спросили, какой силой и чьим именем вы это сделали. Тогда Кефа, наполненный Руаха Кодыш, сказал им, правители и старейшины народа, если нас сегодня допрашивают в связи с добрым делом, совершенным для искалеченного человека, если вы хотите знать, как он исцелился, тогда да будет известно вам и всему народу Израиля, что именно именем мессии Ешуа из Нацерета, которого вы казнили на стойке как преступника, но которого Бог воскресил из мертвых, этот человек, стоящий перед вами, был полностью исцелен. Шимон, этот Ешуа камень, отвергнутый вами строителями, который стал краеугольным камнем, ни в ком другом нет спасения, так как нет другого имени под небесами данного людям, которым надлежит спастись. Разумеется, Шимон не мог не воспользоваться этой возможностью. Когда тебя спрашивают, а их тут спросили, и ты имеешь возможность не просто ответить, а мы видим, что в этом есть действие Духа Святого, которое он говорит именем Ешуа, Машех. Слово мессия, которое, как это звучит в русском языке, Машех, Христос, это просто разные языки, означает помазанник. На тот момент помазанников уже не было вообще в Израиле. То есть мы знаем с вами, что помазывали в соответствии с Священном Писанием царя, пророка и священник. Поскольку не было пророков, то не было и помазаний. Уже много и много-много веков. Другие не имели права помазать. Теперь, то, что мы с вами читаем здесь, тот момент, когда это слово символизировало, или точнее сказать так, связывали только с Машехом, который должен прийти, или с самим Богом. И он им говорит, Машех еще, который в соответствии с обещаниями, данные Аврааму, пришел в этот мир, он исцелил. И он говорит, и нет другого имени под солнцем, которым надлежит спастись. Вот здесь одна очень тонкая деталь. Сегодня очень популярная идея, что евреям Машех не нужен. Ну, по крайней мере, на этом историческом этапе. Что они будут оцениваться по поступку Авраама, который был готов сына своего принести в жертву. Это такая идея двух разных заветов. Я с этим категорически не согласен и считаю, что данный текст подтверждает идею, что Машех нужен всем для спасения. И нет другого имени, кроме Ешуа, коим можно спастись. Другой вопрос, что это продолжает исполняться тот же самый завет, или то самое обетование, которое Бог дал Аврааму. Здесь мы с вами читаем, Шимон цитирует Псалом в своей манере. Я вам говорил, что Шимон любит апеллировать к священным писаниям. Он читает Псалом 117, 22 стих написано. Камень, который отвергли строители, соделался главой угла. Упрекая их, он говорит ему, есть единственная личность. Нету альтернативы, не может быть альтернативы для спасения. Не может быть иного спасения ни для евреев, ни для язычников. Если вы обратили внимание, и если вы помните, то эта проповедь имеет одно ключевое отличие от предыдущей проповеди, когда он проповедовал перед народом. Какое? Он в прошлый раз сказал народу, что они сделали это непреднамеренным. А сейчас он такого старейшинам не говорит. Почему? Да потому что те же самые люди сидели все нехидрыми. Те же самые люди ходили к Пилату. Те же самые люди кричали, распни его, распни. И они не были непреднамеренными, как был остальной народ. Тринадцатый стих мы с вами читаем. «Видя, что Кефа и Йоханан ведут себя смело, несмотря на то, что они были необразованы, ама-а-арец, они удивились и вспомнили также, что те были с Ешуа. Они вели себя смело, несмотря на то, что были провинциалами из Галилеи. Их акцент, их одежды выдавали, что они явно не были из фарисейского, которые ходили в особых одеждах. Они не были. Единственное, что их отличало, и мы об этом говорили уже и буду повторять еще много раз, Руаха Кодыш, Дух Святой, который был на земле, который их вдохновлял и давал им мудрость. Я хочу вспомнить, мы с вами об этом читали, что еще, будучи мальчиком, 12 лет, в канун своей бармицвы, ходил вместе с родителями в храм. И когда учителя храмовые беседовали с ним, они тоже дивились, как он, не будучи учившись. Кстати, когда я говорю, не будучи учившись, это значит, я имею в виду, что не учился в Ешиве, не имел Рава, который его назидал. На самом деле, вы должны понимать, это не значит, что эти люди были необразованы. Очень часто я слышал такое, попытку их представить, как необразованных рыбаков или еще что-то в этом роде. Ерунда. Все мальчики с детства ходили в хедер, то, что у нас называется, да, в специальные классы при синагогах. Они учились, они вряд ли были безграмотными, скорее всего, они умели читать. Они знали всю Тору наизусть с детства. Другой вопрос, да, традицию, массорет, Аллаха, они это не изучали, потому что для этого нужно было учиться в Ешиве. То есть, ну, изучали, но не так глубоко, да. Будучи знатоками Священного Писания, вдохновленные Духом Святым, они действуют так, как не могут себе позволить действовать ни перушим, ни садуким, потому что силы нет. Вспомните, Ешуа, про него говорили, он учит, как власть имеющие. Ученики его были такими же, они учили, как власть имеющие, благодаря Духу Святому. Поэтому, несмотря на то, что образование, безусловно, играет важную вещь, но когда речь заходит о спасении, когда речь заходит о проповеди Благой Вести, важно не образование, а действие Духа Святого. И мы много-много раз на страницах Нового Завета наблюдаем эту картину. Сегодня очень часто в наш адрес верующих Машехов Мессианским звучит упрек, что, мол, ну, что ваши учителя там, они нигде не учились, Ешив не заканчивали там, это самое, на самом деле это неправда, потому что довольно большое число мессианских раввинов учились, и, ну, я, допустим, учился не в Ешиве, да, но есть такие, которые закончили Ешивы, это самое. Я могу сказать, был такой, он недавно умер, лет, наверное, 15 назад, больше уже, наверное, Даниэль Цион, он был главным раввином Болгарии. Достаточно вам будет сказать, что когда фашисты пришли в Болгарию, они потребовали выдать им всех евреев, Даниэль Цион пришел к королю Болгарии, царю Болгарии, как его там это самое называют, и сказал, не надо этого делать, и он уговорил его, и болгарские евреи, там было примерно 50 тысяч евреев, меньше всех пострадали в Холокосте. Он сделал Алию, приехав сюда в Израиле, в синагоге в Яфа был главным раввином много лет, Каждый шаббат с утра приходил на службу в синагогу, а дома в обед делал уроки из Нового Завета. И вся его община болгарская, потому что его любили очень сильно, да, он их родителей спас, многих, кто выжил, спаслись благодаря ему, он практически всех их сюда перевез. Его очень любили и уважали, и знали, что он верит в Ешиву. Его уж никак необразованным не назовешь. Так же никак необразованным не назовешь ни Алекса Бленда, ни Мишу Цина, хотя Миша Цин учился не в Ешиве, но все равно. Важно образование, нужно образование. Может быть для тех вещей, которыми я занимаюсь, или еще для кого-то, да. Но для пропадии Евангелия нужно не это. Нужен Дух Святой, который будет действовать в сердце. 14 стих мы с вами читаем. Более того, поскольку прямо перед собой они видели исцеленного человека, они уже никак не могли поставить под сомнение это исцеление. Тогда они велели им выйти из Синахидрина, а сами стали тайно совещаться. Что нам делать с этими людьми, спрашивали они друг друга. Весь Иерушалайм идет за ними. Ясно, что ими совершено необычное чудо, и мы никак не сможем его опровергнуть. Но для того, чтобы это не распространилось дальше среди народов, давайте прикажем им больше никому ничего не говорить об этом имени. Тут, конечно, есть вопрос, откуда Лука узнал, что происходило за дверями, за закрытыми. Но есть несколько на этот счет теорий. Во-первых, вполне мог Иосиф из Роматима ему рассказать. Он упоминается на страницах Нового Завета, и говорится, что он был членом Синахидрина. Ему мог рассказать, собственно, Ник Димон. Ему мог рассказать Гамелеэль, который, как традиция говорит, потом уверовал. Не в этот момент, а позже. Но я сильно подозреваю, что ему рассказал Шауль. Хотя сам Шауль не фигурирует здесь, но он уже скоро появится. И он появится как противник верующих. Шауль, и это и исторически подтверждается, был явно в дружеских отношениях с священством храмовым. Так что вполне может быть, что Шауль на этом Синахидрине присутствовал. Но мой вывод ни на чем практически не основан, кроме единственного факта, что Лука долгое время сопровождал Шауля. То есть я предположил, это предположение, не ловите меня за язык. Не учить во имя Ишуа. Однако Кефа и Йоханан ответили, судите сами, правильно ли перед Богом слышать вас более, нежели Богом. Смотрите, Священное Писание учит нас, что мы должны соблюдать законы страны, в которой мы живем. В любой стране есть законы хорошие, есть плохие. Есть законы, которые можно так или иначе обходить в пределах законов, не нарушая его. Но всегда могут появиться законы, и с таким мы часто довольно сталкивались. Ну, могу сказать, что в стране исхода много, здесь в меньшей степени, хотя они здесь тоже есть. Когда нам запрещают говорить, пытаются запретить говорить нам, например, о нашей вере. Не призывая нарушать законы государства, если закон будет мешать мне исповедовать мою веру, я буду слушать больше Бога, нежели правителей. Даже если это плохо для меня закончить. С апостолами так не было, мы об этом уже поговорим в следующий раз. Амин.